Особое мнение на 101FM Тема связана с полигоном в Осенцах И той ситуацией, которая складывается в регионе в связи с тем, что власти объявили о, ну, фактически закрытии этого проекта Много достаточно было публикаций с той поры, много было людей в нашей студии, которые эту тему комментировали так или иначе Я бы хотела, Михаил, вас спросить вот о чем Скажите, пожалуйста, первое, насколько вас удивило вообще вот это вот решение властей и сообщение И смена риторики, так скажем То есть до последнего времени нам все время говорили о том, что с полигоном в Осенцах все в порядке Полигон будет, потому что это, ну, фактически единственный там вариант, да Для того, чтобы Кировская область не попала в лапу мусорного коллапса Сейчас выясняется, ну, вот резко очень изменилась ситуация Сейчас выясняется, что полигон в Осенцах невозможен И власти в течение трех лет намерены найти новую площадку под размещение нового объекта Ну, знаете, меня больше всего удивляет следующий момент То есть когда мусорная реформа, она у нас стартовала, да И там же ведь не только это связано с полигоном в Осенцах Там, с развитием территориальной схемы размещения там полигонов, мест захоронения То есть там, как организовать перевозки, как формировать тариф, там, инвестиционную составляющую Так или иначе, определенный диалог и определенный разговор, он велся То есть у нас Минприроды, Минохраны природы, они рассказывали о том, что мы делаем так-то, мы делаем то-то И что касается полигона в Осенцах, то было, в общем-то, заявлено достаточно просто и откровенно Что кроме этого полигона в действующих условиях, скажем так, развития и действующей системы сбора мусора И необходимости его складирования, других решений нет И, в принципе, это давало определенное, ну, спокойствие, отсутствие каких-либо там серьезных протестных настроений И, в принципе, давало понимание о том, куда мы движемся И на ближайшие, там, 10 лет у нас было понимание, как это все устроено и как работает Ну, у меня то, что сложилось, как бы создается следующая такая аллегория, картинка Вот мы с коллегами обсуждали, и вот она такая появилась То есть летел самолет, он вылетел из точки А в точку Б Точка Б, будем называть это 2024 год, когда мы должны отчитаться о том, как у нас реформа выполняется За штурвалом самолета у нас руководитель Минохраны природы, да, то есть Алла Бегова Алла Бегова, Алла Викторовна Да, да, Алла Викторовна Вот, и она, собственно говоря, уверенной рукой, собственно говоря, управляла То есть у нас строился полигон, у нас, так скажем, рекоператор осуществлял определенные управления системой перевозок То есть он регулировал, кто куда везет, кто как, что делает там и так далее И, собственно говоря, мы летели в точку Б, достаточно, на мой взгляд, уверенно Вот, на сегодняшний день ситуация такая, что самолет в воздухе развернулся и полетел обратно То есть он, по сути, летит в начальную точку На мой взгляд, если он как бы не прекратит этот полет, то мы прилетим даже не в начальную точку, а еще и хуже Потому что мы, ну, скажем, на этом пути, на обратном потеряем время и потеряем, ну, я считаю, что еще пару полигонов, скажем так Которые будут заполнены за это время, то есть из Кокова и в Оричах И в Зуевском районе Вот, кстати, на сегодняшний день полигон в Зуевке признан несоответствующим, ну, как бы, скажем, по классу То есть он принимает только отходы второго класса и, соответственно, он не может быть резервным даже для Кирова Полноценной заменой он не является Никакой заменой не является, потому что нельзя туда везти отходы из Кирова Поэтому на сегодняшний день мы полноценно можем рассматривать только полигоны в Скокова и в Оричах, как, ну, замещающие, скажем, полигон в Осенцах И вот этот разворот, причем он как бы осуществлен Самолеты там на землю сказали о том, что мы разворачиваемся И после этого тишина Вот, скажем так, меня беспокоит именно эта тишина Что там происходит в самолете То есть какие там пассажиры, кто там дает указания Кто там, как рулит там и так далее И куда мы летим Это становится достаточно так опасно То есть мы, в принципе, всегда занимались такими, ну, небольшими, скажем так, структурными исследованиями Они связаны там с перевозкой пассажиров, там, с перевозкой грузов, с исследованиями с домохозяйствами, с там, малоэтажным строительством, с садоводческими товариществами Мы это Центр жилищной экономики и структурного развития И здесь, как бы, когда речь зашла об этой вот смене парадигмы, да, и мы встречались с инвестором на самом деле И, в принципе, мне многое стало, ну, по-другому совсем понятно То есть это меня, во-первых, не то, что заинтересовало извисокоило, это, естественно, так Люди не знают То есть для людей свалка, скажем так, в Скоково и полигон в Осинцах – это нечто одинаковое Люди, это мы жители имеем в виду области Жители, ну, простые обыватели, у которых на слуху там, да, полигон в Осинцах, там, свалка в Скоково или там полигон в Скоково Или у нас много полигонов То есть такие фразы звучат Но обычные граждане, конечно, не задумываются об этом И самое главное, чтобы мусор из контейнеров возле дома вывезли вовремя Все Отлично Куда повезут, людей это мало волнует пока Абсолютно правильно Но волнует всегда тех, с кем рядом находятся эти объекты размещения отходов Совершенно верно Правильно, да? Вот я буквально сейчас вот приехал из Скоково Я до этого там никогда не был И я посмотрел, что это за полигон Каким образом туда идет дорога Как там принимаются отходы И какая техника там существует Я могу с уверенностью сказать, что это свалка На которой карты То есть это не полигон? А? Не полигон Это не полигон Ну, там есть, как бы, скажем так Основания для того, чтобы построен был полигон Я знаю, что там какие-то работы велись Ну, там, например, четвертая карта на сегодняшний день Это, ну, это просто пруд То есть на сегодняшний день там вода собрана поверхностная Я не знаю там, какая она И, в принципе, он, ну, не выглядит как, собственно, место пригодное для того, чтобы там размещать отходы По сравнению с тем, что есть в Осинце, где есть, собственно, там покрытие Есть уже там геомембрана Подготовлено основание под геомембрану Которое выглядит как мощнейшее промышленное предприятие Которое способно организовать весь процесс, там, собственно говоря Безосходного переработки отходов И, в принципе, даже для забора свалочного газа Который там будет появляться Неминуемо будет появляться Вот сравнение этих двух объектов Как бы закрытие одного в пользу другого Наводит меня на совершенно, как бы, сложные, ну, и, с другой стороны, простые и циничные мысли Какие? Ну, мне кажется, что кто-то искусственно создает определенную монополию Представьте, мы за 2-3 года, не эксплуатируя полигон в Осинцах Фактически забиваем под завязку полигон в Скоково и полигон в Оричах То есть, Зуевка не приспособленный полигон Возможно, при этом мы будем строить какой-то другой полигон, да? Причем еще непонятно где и непонятно за какие средства Потому что еще не факт, что нам дадут Да, то есть, это требует времени Это требует определенных, как бы, подходов и так далее Но мы просто к этому времени получим только одно место Которое будет способно принимать отходы там со всей области Да, это может быть там 150-200 километров, сам скажем Да, это будет больше тариф Да, это потребует, как бы, еще одной инвест-программы Которая, опять же, люди будут вкладывать там сотни миллионов рублей Для того, чтобы это место появилось И вопрос, в общем-то, эта монополия, она зачем? Вот этот вот монополизм, он ведь никогда не бывает в пользу людей Монополизм это всегда рост цен Монополизм это всегда, ну, диктат по отношению к потребителю Например, за последнее время я знаю, что У нас сократилось количество людей Количество объектов, которые занимаются добычей песка Ну, я не знаю, в силу каких причин они сократились Но они просто сократились в строительный сезон И, соответственно, стоимость песка, вот мне строители говорят Что выросла практически в три раза Что это означает? Это означает, что строительство, например, жилья Строительство объектов, социальной культуры У нас автоматически подорожает на, ну, не в три раза Но, скажем, на удержание стоимости этого Во всех отраслях, где нужен песок, будет рост цен Ну, рост себестоимости Да, 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 то есть там, где есть необходимость в песке То есть там есть рост себестоимости Соответственно, там есть определенный рост Это самое При этом, опять же, этот монополизм Он приводит к тому, что Снижается эффективность Зачем работать, развиваться Зачем требовать какого-то, ну, там, повышенного Может быть, там, эффективности в принятии решений Если у нас есть, ну, какие-то другие барьеры Которые затрудняют, там, доступ на этот рынок Других игроков, там, и так далее Вот это, вот это вот Проблема открытости Проблема монополизма Это проблема Существует экологическая То есть на сегодняшний день, ну, просто Эта открытость приводит к непониманию тому А как экологически-то это будет Я вот с кем не разговаривал, там, да Вот мы вчера были с Константином Чихиным На девятке в программе «В смысле», да Он как бы, ну, он очень откровенно тоже, там, выражался И в отношении, там, Албегова И в отношении, там, других участников, да Но в целом-то вот это вот непонимание людей Которые четко знают Ведь все схемы, они доступны Все есть И вот это вот непонимание, оно должно быть Каким-то образом устранено Есть еще несколько моментов Например Буквально недавно прочитал мне за горе, да, там, проблему То, что Владимиру Владимировичу Путину доложили О состоянии открытости власти Мы знаем все, что есть определенные проблемы, да Но то состояние, которое на сегодняшний день существует Оно признано катастрофическим Например, если мы делаем какой-то запрос Нам, может быть, просто его не ответить Либо на этот запрос отписаться тем, что Ну, понятно, придет дежурная какая-то, да Того, кто, собственно говоря, это допускает Ну, и такие, знаете, как бы Отписки, которые по кругу Мы с вами очень это хорошо знаем Так вот, в этой ситуации Тут даже этого нет Тут даже нет таких отписок или там намеков Не, ну, пояснение-то было Со стороны власти Приходили сюда в студии Приходили у нас специалисты Министерства охраны окружающей среды И рассказывали нам следующее То есть есть решение суда Власть, как орган официальный Не может не исполнить решение суда Есть решение суда, которое говорит Что полигон в Осенцах невозможен Значит, полигон невозможен Я тогда поясню То есть в данном случае Нету решения суда Которое бы обязывало и предписывало Минохраны совершить какие-то действия Минохраны само посчитало Что нахождение в пределах Там, условно говоря, там 15-километровой зоны полигона Не может быть эксплуатироваться А вы знаете, что Лубягина Тоже находится в 15-километровой зоне Но не от маленького аэропорта С одним самолетиком до СААФ А от аэропорта Победилова Там 14 километров То же самое Оречи Тоже 14 километров от аэропорта Победилова В чем принципиальная разница? Принципиальная разница заключается в том, что Там эти полигоны уже построены И Победилова не формирует эту самую зону При аэродромную, скажем так То есть он не межует и не забирает ее себе По одной простой причине Что по законодательству должно будет Компенсировать переезд И рассчитаться со всеми собственниками И это просто нереально и невыгодно Так вот, в отношении аэродрома Связанного с ДОСАФ Работа-то проведена вся И в принципе вышло буквально в субботу интервью Андрея Глушкова на портале Киров Онлайн Где он очень четко и спокойно объясняет Что аэроклуб на сегодняшний день развивается Аэроклубу недостаточно той взлетной полосы Которая сегодня существует И ему необходимо дополнительное место Где бы он мог летать Потому что Порошино сегодня не в том Скажем, состоянии, которое было 30 лет назад ДОСАФ, аэроклуб ДОСАФ Никуда не собирается переезжать Там не будет никакой там застройки Он просто говорит о том Что мы собираемся здесь развиваться Именно здесь, именно в Порошино Именно здесь, именно в Порошино И при этом он говорит о том Что та ситуация, которая сложилась Она, ну, по идее, должна бы уже закончиться И мы встречались Приезжал самое главное лицо Из федерального, как бы, органа управления ДОСАФ Они непосредственно ездили на полигон Они видели, как там все устроено Они видели, как там идет работа Потому что там не было птиц и так далее То есть не было опасностей для полетов И у них, в принципе, претензий То есть у ДОСАФа претензий нет к полигону То есть, и поэтому Вот эта ситуация, она, понимаете Она как бы юридически искусственно созданная Тем более, что до момента подачи До момента переостановки судом Выдано же разрешение То есть, которое сейчас используется И разрешение на строительство И разрешение на ввод в эксплуатацию Эти оба разрешения, они выданы Слободской администрацией Ну, скажем так В ситуации, когда осинцы все рассматривают под лупой Когда ситуация с судом есть Когда есть ситуация с необходимостью различных экологических экспертиз Когда есть ситуация, когда общественники Общественный контроль постоянный, да Возможность ездить, смотреть, контролировать и так далее То есть, понимаете Полигон строился в условиях абсолютно жесточайшего тотального контроля И это все проведено, это все сделано И потом, просто в силу каких-то обстоятельств Вот этот вот разворот над Атлантикой Он осуществился И почему никто не говорит Да, Михаил, вы сказали, что вы встречались с инвестором Если я верно вас поняла, да Где-то здесь Или я что-то неправильно поняла С инвестором, да Приезжал инвестор центрального полигона Да, инвестор это Компания Дизель Компания Передовая Энергетика Это Андрей Шепеляев Который, собственно говоря Почему им, зачем полигон-то вообще понадобился Они занимаются Газотурбинным Газопорсневым оборудованием Которое при сжигании определенного топлива Вырабатывает тепло и электроэнергию То есть, соответственно Они работают Михаил Шахов нам пояснял На прошлой неделе, что собираются На нашем полигоне Вот том, который уже отработал свою карту Сделать такую опытную площадку Не только на том Почему? И на втором тоже потом Он-то как раз Изначально Ему нужен был большой полигон Для того, чтобы После забора проб Разработать свой российский двигатель Который может Сжигая конкретный газ Конкретный объект Скажем так Производить электроэнергию Теплоэнергию Достаточно для того Чтобы самообслуживать Этот объект Достаточно для того Чтобы сжигая его Производя электроэнергию Улавливать весь этот метан Не давая ему выйти в атмосферу И рядом Если будут какие-то Дополнительные производства По сути, получая Абсолютно дешевую Как бы энергетику Создавать дополнительные Объекты Которые, собственно, позволят То есть кластер должен был Какой-то появиться Вокруг этого Да То есть они должны были Рекультивировать этот полигон В процессе, собственно Производства других видов Ну, собственно Создать добавленную стоимость Заплатить все налоги И это Должно было стать для них Основной Скажем так Технологией Которой Они бы могли выйти на всю Россию Тиражировать потом хотели Тиражировать Потому что на сегодняшний день Технологии культивации В России нет Рекультивации И любой более-менее Серьезный объект На сегодняшний день Они Мы вынуждены привлекать Зарубежные аналоги И, честно говоря Как бы у него Мысль-то родилась После того, как Правительство Ярославской области Хотело ввозить Газ Ой, не газ говорю Отходы из Москвы То есть для них Важна была Экологическая составляющая И, в принципе Они вот тогда Как раз обсуждали это Ездили в Белоруссию Рассматривали Шведское оборудование И увидели Вот как раз Эту возможность Для того, чтобы и сделать Но чтобы это сделать Необходимо было С ноля Соблюсти технологию строительства Чтобы вот эти вот Все отходы Газы Конденсат Который собирается В процессе Сбора И утилизации Мусора Чтобы он по технологии Эксплуатировался И собирался И складывался Обратно Чтобы газ В Осенцах это предусмотрено Да В Осенцах Было предусмотрено Все Для того, чтобы Собрав Сформировав Тело полигона Закрыть ее Геомемраной Установить Те необходимые Там Трубы Вертикальные Которые бы Собирали этот газ И, собственно говоря Уже Разработанное Оборудование Могло бы быть Собственно Той точкой Которая Постепенно Усыхает Это тело Полигона При этом Собственно говоря При При наличии Рядом Дополнительных Кажем так Элементов Которые Позволят И сортировкой Мусора Заниматься И переработкой Мусора Заниматься То есть Этой системы Хватило бы Не на десяток лет А на гораздо Большее количество Так А что теперь То есть Вот Поставили инвестора Перед фактом Фактически Да Что Первую очередь Как я понимаю Там закрывается Та которая уже построена Вторая Зависает На непонятное время В состоянии Полупостроенном Нам говорили о том Что там 60 по моему Процентов готовности Сейчас Да И вот инвестор Стоит Перед этим Поставлен перед этим Фактом Дальше Что он намерен делать Он вообще говорил Нет у него понимания Есть Куда он будет двигаться Ну на самом деле У инвестора Есть уверенность В том что Ну с учетом Всей Остальной Остальной Экологической Ситуации Связанной со сбором Мусора Которое складывается В регионе Без осенцев Просто не обойтись И в принципе У него Если изначально Было Ну такое Как бы Состояние Удивления Непонимания Которое сейчас Остается И так далее Да То с другой стороны Практично он понимает Что Так или иначе Этот объект Будет жить Будет существовать Кто Как С кем Почему Так сейчас происходит Да Сейчас останавливаться Нельзя Потому что Сейчас Геомембрана Кладется Она Следующий слой Делает Он вкладывает Свои деньги На сегодняшний день Он инвестировал Уже больше Чем получил От регионального Оператора Больше чем На 100 миллионов Рублей Соответственно Там дальше Нужно просто Этот объект Доделать Так он будет Достраивать Осенцы Да Он будет Достраивать Он уверен Достраивать Он будет Достраивать Вне зависимости От того Что сейчас Получается Отходы Не везут Осенцы Понимаете Тут как бы Сейчас решения Определенно Болевые Нужны То есть Как бы Даже непонимание Суд Это дело Длинное Суд Это дело Такое Когда Чем он Закончится Ну Есть определенные Риски Но он В общем-то Рассчитывает На здравый Смысл Всех участников И то что Кировской области Этот объект В общем-то Жизненно необходим На сегодняшний день А были переговоры Какие-то Я насколько понимаю Он планировал Встречаться С нашим Министерством Охраны Окружающей среды Он встречался С Аллой Викторовной Солбеговой У них состоялся Разговор Который Ни к чему Не привел Никаким там Обещаниям То есть Он был выслушан Результатов нет То есть Его позицию Заслушали На этом пока все Да На этом все Никакой обратной связи На сегодняшний день нет Куда-то выше То есть Встреча С губернатором Или с другими Членами правительства В общем-то Не состоялось Он готов А они планируются Вообще Или непонятно Непонятно То есть На сегодняшний день Понимания нету До сих пор нету То есть Он на сегодняшний день Находится В состоянии Жестких Предпринимательских рисков Но я еще раз Хочу сказать То что Компания Дизель Это компания Очень большая Это поставщик Газпрома Поставщик Минобороны Это поставщик Который Занимает Примерно 30% Доля Рынка На Скажем так На рынке Сложного Альтернативного Скажем Альтернативных Источников Электроэнергии В сложных Доступных местах То есть Это Арктика Севера Удаленные точки И по их Сейчас решения Которые Обыкновения Повышали Эффективность В этих Местах Там Где сейчас Ступится Все на дизеле А есть возможность Других Альтернативных Источников То Вот они Этим Занимаются И разрабатывают Этот Они тоже Увидели Рынок Рынок Перспективный Рынок К очень Большой Рекультив Рекультив Полигонов Представьте На Вахрушах На маленькую Вахрушевскую Свалку Выделено Порядка 50 миллионов Рублей Для Рекультив Рекультив Полигон В Осенцах Это В общем-то Мы можем Говорить О миллиардах Рублей Которые Необходимы На Рекультив На Сегодняшний День Они Не запланированы Любой Частный Полигон В тарифах Не предусматривают Расходы Рекультив То есть Это Ну Как правильно Говорят Участники Хочешь Разориться Возьми Себе Частный Полигон То есть Если Ты входишь В эту Сферу У тебя Должен быть Здравый Смысл В данном Случа Он может Быть Неправ Тем Что Он Этот Здравый Смысл Не Рассказывал Не Афишировал И Я В принципе Согласен С тем Что Говорят Что Надо Было Раньше Выходить Раньше Рассказывать Но С другой стороны Раньше Зачем Если Раньше Если Раньше Были гарантии Озвучивались Неоднократно Что все Будет Работать Поведение Было Которое Поддерживало Ну И С другой стороны Это же Новый рынок Это же Инновации Инновации Не Любят Пиара Если Ты хочешь Чтобы у тебя Все получилось Ты должен Сделать Показать Продемонстрировать Эффект И после этого Ты будешь Ну В каких-то Лидерах А если Ты будешь Всем Хвастаться То у тебя Все Собственно Говоря Растащат А ты Потом Можешь Все Все Идеи Разнесут В разные Места Так Директор Центра Жилищной Экономики И структурного Развития Региона Михаил Шевелев В нашей студии Мы сейчас Делаем по регламенту Перерыв на рекламу Через полторы минуты Вернемся Еще немножко Поговорим Про осенцы Особое мнение На 101 ФМ Особое мнение Михаила Шевелева Мы сегодня Слушаем Продолжаем Про полигон В Осенцах Я хотела Михаил Еще попросить Вас Ну я не знаю Можно это или нет Сделать Может быть Предположения Какие-то Ну то есть Вот пока Диалога Не состоялась То есть разговор Был Но к результатам Каким-то он Не привел Продуктивным В ситуации Если все-таки Не получится У инвестора Найти Общий язык Там Да С Властями Нашего региона На предмет Будущего Объекта В Осенцах Можем ли мы Ну как бы Предположить Как он себя Поведет В этой ситуации То есть Ну зависший Такой объект Многомиллионный Наверное Никому не нужен Ну смотрите То есть На мой взгляд Как бы Ситуация Властями Предложена Ситуация Властями Предложена Условно говоря Все решать в судах То есть Мы Все уходят в суд Все начинают судиться Там За работу Не работу За разрешение Не разрешение За инвестиции Не инвестиции За передачу Не передачу И прочее Прочее То есть И в данном случае Ну мы с вами знаем Что там Банкротство Там разные Как бы элементы То есть Это уже не Режим хозяйственного Недеятельности И не режим Полета самолета Из точки А В точку Б А это режим Такой как бы Отписки Перекладывания бумаг И объяснения Почему у нас Все не работает То есть Вот почему Все не работает Будут как бы Наверное Рассказывать Красиво Долго И красочно Возможно В процессе Рассказа о том Почему у нас Все не работает Будут вспоминать Начало Но мне кажется Все реже и реже Потому что Начало На мой взгляд Оно как бы Является ключевым Вот сейчас Почему Не отпускает Начало Потому что Оно непонятно Ну начало Вот этого Разворота Скажем так Мне кажется Что От этих Юридических Разборок В первую очередь Всегда страдают Собственно говоря Те кому это надо А это надо Кировчанам То есть Пострадаем Пострадаем Мы с вами Потому что Мы с вами Если раньше Мы четко знали Пострадаем И финансово И с точки зрения Там Обстановки Инфраструктуры И всего остального Да психологически Там С точки зрения Развития Мы с вами Имели возможность Получить Ну какую-то там Систему Более-менее Прозрачную Понятную Там можно Говорить было О мусоросортировочном Там Комплексе О мусоропереработке О скажем так Дополнительном Строительстве Второго полигона Который бы Повысил Конкуренцию И стал бы Ну скажем так Некой Гарантом Дополнительной Экологической Безопасности В регионе И гарантом Не самой высокой цены Конечно На вывоз отходов Гарантом того Что мы Повышаем Экологическую Безопасность А тут Кировчане Получаются Заложниками Юридических Игр То есть И в этом плане Да Есть как бы Вот эти 15-километровая Зона Но мы Еще раз Видим Что не один Полигон В 15-километровой Зоне От этого Мы также Можем с вами Знать Ну кто не знает То Это 15-километровая Зона Она для любого Полигона Хоть такой Маленький Как у ДСАФ Хоть это Шереметьево Без разницы Эта 15-километровая Зона Как бы Существует Вот И по большому счету Получается так Что Своими решениями Власть демонстрирует Что Несмотря на заявление Что Мы делаем это Ну как бы Для общественников Хотя Хотя Из этих Общественников Я там Знаю Двоих Один По Осинцам Один По Лубягину То Реально За Этим Решением Ну каких-либо Экологической Повестки Не видно То есть Это Все ведь знают О том Что полигон В Осинцах Выстроен По самым Высоким Требованиям И стандартам И на сегодняшний день Проблем экологических Там нет То есть Это могут подтвердить Общественники Которые Работали там При Администрации Слободского района Они постоянно ходили Там господин Вершинин Собственно говоря Был Который контролировал Это подтвердил Всера Константин Чихин Который Собственно говоря Знает Эту всю систему И он Как бы Претензий С точки зрения Строительных Каких-то норм Правил Там Экологических Допущений Нет Но Мы с вами Имеем Там Юридическую Фикцию Используя Которую Мы можем Сами себя Сами себя Кировчане Собственно говоря Ну наказать Вот и все Потому что Проблема С владельцем Аэродрома В общем-то Она практически Вешена Ну она снита А раз они говорят Что нет претензий С их стороны Она снита Там как бы По большому счету Он говорит о том Что там есть Некоторые Ну понимаете У начальников Есть некоторые действия Которые он должен совершить Он их совершил В принципе Совершив их Они все это обговорили Это они решили Поставили дополнительное оборудование Там и все остальное Как бы Да Сейчас у нас начальники Говорят о том Что мы не можем Как-то иначе поступить Как нежели Правительство Кировской области Подает в суд На администрацию Слободского района После изменений В конституцию Когда у нас По сути Муниципалитет Переходит в рамки Публичной власти То получается Что за счет того Что правительство Судится внутри себя Власть судится внутри себя Получают проблему Все кировчане Вот это как бы На мой взгляд Неправильно То есть я думаю Что действия инвестора Они здесь не остановятся У него есть Он руководствуется На сегодняшний день Здравым смыслом Если нужно будет Дойдет до президента И там куда нужно будет Продолжит бороться Продолжит бороться Михаил Шевелев В нашей студии Директор центра Жилищной экономики И структурного развития Регион Напоминаю Переходим к другим темам Не так много времени У нас осталось Наверняка Михаил Вы видели уже новость Про то что Никиту Юрьевич Это первый Левкиров Никита Белых По словам его адвоката Является свидетелем В деле О Служебных квартирах Так называемый Проект служебное жилье Если я верно понимаю Я напомню просто Фабула очень короткая Нашим слушателям Проект затевался В свое время Как Ну Такой способ Решить жилищные вопросы Для людей Которые не способны Сами приобрести жилье То есть это Учителя Это врачи Это сотрудники Там Различных культурных организаций Ну в том числе театров Да Люди получали Возможность жить И платить Очень невысокую цену аренды В благоустроенных Там Хороших квартирах По-моему Даже там и мебель И техника была В этих квартирах А Оплата была Ну правда невысокой Ну то есть там От полутора тысяч По-моему До трех Идея была влагая Идея была хорошая Да Но Ситуация сложилась Следующим образом Крик Оператор Кировской региональной Ипотечной корпорации Была признана банкротом Имущество Этой компании Пошло с молотка В том числе Вот это самое Служебное жилье И мы все В начале года Наблюдали эту ситуацию Когда бюджетники В социальных сетях Писали Что получают Какие-то Квитки С просьбой Освободить Занимаемые квадратные метры И люди совершенно Не понимали Куда они пойдут Вот Значит правительство Вмешалось в ситуацию Насколько я понимаю Уралхим там помог Да И эта проблема Была решена То есть квартиры Были выкуплены И люди остались Вроде бы На тех же самых условиях Но как я поняла Вот сейчас Есть уголовное дело Ну Насколько я Понимаю То что Люди-то может быть И живут Я честно говоря Ситуацию до конца Не знаю Да Но С точки зрения Банкротной составляющей Конкурсный Управляющий Арбитражник Он выставил Квартиры на торги Кто-то ее Купил лотом С достаточно большой Скидкой За ешево И потом перепродал Добросовестному покупателю То есть на сегодняшний день У добросовестного покупателя Насколько я понимаю Каких-либо Обязательств Социальных Перед Людьми Которые в социальном Найме живут Нету Отсюда и проблема То что Изначально Правительство Решая благие намерения Упростило Процедуру То есть Как упростило Оно передало Я не знаю Либо квартиры Либо деньги В уставный капитал Крика И уже Частная компания Ну Коммерческая компания По своим процедурам Не подлежащая Там отчету По 223 закону По 44 закону И так далее То есть Она По своим процедурам Там провела Все эти мероприятия Упростили Как бы жизнь Да И по сути В результате Получили Ну вот Проблему Которую Мы имеем То есть Если бы изначально Делали Ну Кажем так Это не Применением Коммерческой компании А Какими-либо Другими методами То есть Покупали жилье Отдывали в социальный Найм Жилье бы находилось В казне Там Муниципалитетов В казне Там может быть Областной То этой бы проблемы Не было Но она К сожалению Теперь есть И есть уголовное дело Есть Хотя Намерения Хотя намерения Были благие Ну Вот На мой взгляд Примерно То же происходит Что В ситуации С полигонами Ну по другому То есть Когда есть желание Какие-либо Вопросы решить Через Какую-либо Коммерческую Организацию Ну например Через там ОАО Какого-либо Да У нас есть ОАО В собственности У Государства Да То есть Раньше еще было Там помните Вятский губернский Дом Тоже там Какой-то есть момент Там да Давайте мы туда Это отдадим А там дальше Они там С этим что-нибудь Сделают Вместо того Чтобы проводить Процедуру Работать с инвесторами Там работать Какими-то Ну будущими Там инвестпроектами Мы отдаем туда А там уже Все будет гораздо проще И не видно С точки зрения отчетности Сейчас к сожалению Эта практика Она продолжается То есть у нас Есть там Вятавтодор например Да Который тоже Там получает Определенные контракты Получает определенные Там преференции Он достаточно закрытая компания Которая ни перед тем Ничего не отчитывается Кто-то получает Что-то собственно говоря Тратит и так далее То есть И Если бы сегодня Например нужно было Служебное жилье То был бы соблазн То же самое там Да Передать денежки В Вятавтодор Это тоже государевая структура То есть по идее Ничего страшного нет С одной стороны Это хорошо То есть компания Это подконтрольная Это же не какая-то там Сторонняя организация Процедуры-то контроля разные Понятно Понимаете Вот например Куприт тоже государевая структура Там 60 с лишним процентов Принадлежат Минамущество Это региональные операторы Но управление им И выстраивание связи Между там Купритом Как собственно Субъектом например Да Мин охраны природы Там и Это самое Например там Другим каким-то оператором Ну или там Перевозчиками например Да Оно происходит Ну уже По совершенно другим Правилам Нежели если бы Все эти структуры Были Разграничены По владению То есть Когда государство Начинает управлять Какими-либо Хозяйствующими Субъектами Они видят Что в хозяйствующих Субъектах Это все гораздо проще И происходит Определенное Ну как бы Когда мы идем По пути Наименьшего сопротивления Зачем проводить там Работу с депутатами Зачем проводить Работу там По бюджету Зачем проводить Работу по Там Выделению С мимимуществом Ну и так далее То есть Когда мы можем Просто одним пакетом Отдать А там уже сказать Директору Делай так Не сделаешь Мы тебя уволим В общем-то Все очень управляем Проблема есть только Когда руководство Уходит Компания остается Приходит новая Метла И метет по-новому И всегда есть Шанс Да Что к тебе Будут вопросы У соответствующих органов Здесь насколько я понимаю Ситуация у нас Уникальная Чем И мы вообще опять Как бы Впереди планеты всей То есть Никита Юич Приехал Давать показания По Эпизодам После того Как он Собственно говоря Был задержан То есть С ним не связаны То есть Видимо Какие-то элементы Все-таки Ну не должно быть Государево жилье Собственно говоря Там да Уйти на сторону Частнику Если это По программе Социального найма идет И соответственно Тут уже вопросы Они есть И профессиональные И то как это задумывалось И то собственно говоря Как это должно быть Передано Так чтобы банкрот Не имел возможности Включить Социальные объекты В конкурсную массу Раньше когда приватизация была Социальные объекты Не имели права Приватизироваться И продаваться Они должны были Передаться Фактически это прецедент На основе которого Возможно Будут там Я не знаю Какие-то требования Внесения изменений В определенные документы Да Я прошу прощения У нас все меньше времени Остается Буквально полторы минуты Очень коротко Тему с голосованием Закиров Город трудовой доблести На прошлой неделе Это голосование началось Можно проголосовать На сайте онлайн Там доблесть 43 Можно проголосовать В торгово-промышленной палате Можно проголосовать Будет еще в точках разных Там в торговых центрах Михаил вопрос Зачем это надо Я бы тоже спросил Зачем Потому что Что Кто-то проголосует против Сколько голосов против То есть Что мы выбираем Когда мы хотим Спросить мнение народа Мы должны Организовывать дискуссию А не просто Получать очередной Одобрямс А здесь происходит Опять же Одобрямс То есть Мы Заручаемся Поддержкой народа Поддержите нас Мы так делаем Это в принципе И самообман Стороны власти И собственно Ну Бесперспективное Занятие На мой взгляд С точки зрения Набора каких-либо Политических очков В современном мире Люди Перестали верить В эти Ну скажем так Медали И награды То есть Есть простые Гораздо более Серьезные вещи Как например Вторая волна коронавируса Но это совсем уже Не наша история Вторая волна коронавируса Это страшно Потому что Мы сидим с Михаилом В масках Очень тяжело сидеть Маски должен сказать 20 сентября Дата которую называют Когда-то возможного введения Там второго карантина Но все пока Официальные лица Это опровергает Спасибо большое Михаилу Шевелеву Директору Центра жилищной экономики И структурного развития Особое мнение На этом завершается Всем до свидания До свидания Особое мнение На 101FM